привет нлпер как перестать лениться и начать действовать да многие люди задаются этим вопросом и в этом видео я дам тебе три техники три шага проведя через которые самого себя ты сможешь навсегда позабыть об этой проблеме перейдем к сразу к первой техники первая техника называется позитивная формулировка цели к сожалению многие люди очень хорошо знают чего они не хотят и очень плохо понимают чего они хотят приведу небольшую метафору представь себе что ты садишься в такси таксист тебя спрашивают куда ехать а ты говоришь я не хочу ехать в аэропорт я не хочу ехать в зоопарк я не хочу ехать в гостиницу и так далее так далее так далее ты говоришь ему куда ты не хочешь ехать сидит таксист хлопает глазами и не понимает куда ему ехать он понимает куда ты не но не понимает куда ты хочешь и так продолжает стоять на месте или если захочешь он тебя может еще повозить по кругу а ты ему будешь указывать места в которые тебе не нужно согласись так себе развлечение точно так же работает наше подсознание когда мы знаем чего мы не хотим и не знаем чего мы хотим мы топчемся на месте либо ходим по кругу а это никому не нужно согласись и вторая ловушка заключается в лингвистике всем известно что наше подсознание не воспринимает частицу не и когда ты говоришь я не хочу быть ленивым либо я не хочу быть больным то это может прозвучать так я хочу быть ленивым либо я хочу быть больным если мы исключим частицу не этой ловушкой лингвистики ты тоже можешь воспользоваться например ты можешь сформулировать так я не хочу быть не мотивированным и если учесть что подсознание проглатывает только слова и пропускает частицу не то это сорт фраза будет звучать следующим образом я хочу быть мотивированным поэтому очень хорошо подумай чего ты действительно хочешь это прям очень важно и вспоминай метафору с таксистом которому ты говоришь куда ты не хочешь ехать именно так работает твое подсознание вторая техника называется прояснение глубинных ценностей которые стоят за целью именно эти глубинные ценности тебя будут мчать к твоей цели как ракета буквально в прямом и в переносном смысле что это за глубинные ценности такие давай разбираться сразу на примере как я люблю допустим у тебя есть хорошая позитивная цель ты хочешь зарабатывать определенную сумму в месяц и это уже хорошо оцифрованная сформулированная цель без отрицания и так далее так далее все хорошо с этой целью знаешь цифру ты знаешь когда ты это хочешь делать но ты не знаешь для чего иными словами когда ты уже прояснил свою цель задайся вопросом а для чего мне эта цель и ты будешь получать всевозможные ответы ну допустим ты хочешь зарабатывать полторы тысячи евро в месяц задай себе вопрос а для чего мне это нужно ты можешь дальше отвечать на вопрос и сказать ну тогда я смогу себе больше много чего позволить хорошо задайся следующим вопросом когда ты сможешь много чего себе позволить это тебе для чего ты получишь ответ ну тогда я буду себя чувствовать более уверенно хорошо задайся вопросом когда ты будешь чувствовать себя более уверенным для чего тебе чувствовать себя более уверенно ты получишь ответ но тогда я буду чувствовать себя реализованным задайся вопросом когда ты достигнешь своей цели и уже будешь чувствовать себя реализованным для чего тебе это и ты тогда получишь ответ к примеру я буду себя чувствовать более спокойным каждый раз получая новый ответ задавай вопрос для чего мне это что будет когда я получил это и в какой-то определенный момент времени ты начнешь замечать вот какую интересную вещь что ты как бы топчешься по кругу вокруг какой-то определенной ценности например ценность спокойствия и когда ты прояснил уже эту свою главную ценность высокую ценность более глубинную ценность эта ценность будет тебя двигать как я уже говорил как ракета твоя цель поясню как это происходит а это происходит именно так что смотри у тебя есть цель зарабатывать полторы тысячи евро и ты такими вопросами такими перебежками уже прояснил для чего тебе это в глубине души для чего тебе это для того чтобы чувствовать себя более спокойным либо может быть самореализованным это тоже важная ценность и вот сейчас задайся вопросом будешь ли ты откладывать достижение своей цели за которой стоит спокойствие и продолжать ничего не делать скорее всего нет если ты поставишь на кон две вещи полторы тысячи евро и спокойствие которые тебе дадут эти полторы тысячи евро тогда ты уже поймешь для чего ты это делаешь вот этот анализ своих глубинных мотивационных ценностей которые стоят за целями очень важно проводить напиши кстати в комментариях какая у тебя оказалась глубинная ценность стоящая за целью а мы плавно переходим к третьему шагу третий шаг называется осознать и проработать все препятствия на пути к достижению цели смотри препятствия могут быть как внешне так и внутренне какие такие внешние препятствия внешние препятствия это как правило те препятствия которые нам строят или учиняют другие люди что это за препятствия такие ну допустим ты решил зарабатывать полторы тысячи евро раз уже мы взяли этот пример буду продолжать на нем и начинаешь об этом кому-то рассказывать делать какие-то действия из тебя начинают смеяться там тебе начинают у виска крутить и так далее и так далее и так далее и здесь как раз таки в работе с внешними препятствиями тебе поможет хороший инструмент который называется рефрейминг допустим если ты боишься что кто-то там а тебе что-то не то подумает или если ты боишься что кто-то будет над тобой смеяться провожу тебе сразу рефрейминг если ты боишься что люди будут над тобой смеяться я знаю что тысячи комиков посвящают свою жизнь карьере чтобы смешить людей и у них это плохо получается а ты как раз таки можешь людей рассмешить понимаешь у комика проблема что над ним не смеются а у тебя проблема что над тобой возможно будут смеяться не выглядит ли это абсурдно с внешними препятствиями ты разберешься если ты подписчик моего канала я уверен у нас есть множество техник которые помогают преобразовать всевозможные внешние препятствия но другая проблема это препятствия внутренние и чтобы проработать внутренние препятствия тебе нужно задавать из раза в раз в отношении своей цели один и тот же вопрос он звучит следующим образом что худшего что плохого может со мной случится если я немедленно не начну действовать еще раз вопрос что плохого этот худший может со мной случиться если я немедленно не начну предпринимать шаги к своей цели и И когда ты будешь получать внутри себя ответ на этот вопрос, не удивляйся, потому что ты начнешь получать ответы с сожалением. Чаще всего это происходит вот как. Представь себя, что ты так и не начал заниматься достижением той цели, которая тебе хочется, которая тебе желанна, которая тебе необходима. И что будет с тобой через 20 лет? Будешь ли ты об этом жалеть? Либо ты будешь рад тому, что ты не начал достигать свою цель? Скорее всего будешь жалеть. Будешь ли ты жалеть, что ты не завел семью? Скорее всего будешь. Будешь ли ты жалеть, что ты не занимался регулярными пробежками и не следил за своим здоровьем? Скорее всего будешь жалеть. Будешь ли ты жалеть, что не начал изучать какую-то новую профессию и упустил целых 20 лет, а эта профессия стала вдруг актуальна и вообще ты мог развиваться совершенно по другому сценарию? скорее всего будешь жалеть задавай себе этот вопрос касаемо внутренних препятствий что еще более плохого может со мной случиться если я не приступлю к своим действиям немедленно задавая себе этот вопрос множество раз ты будешь получать ответы и анализируй эти ответы с точки зрения того за что ты держишься как правило мы держимся за какие-то внутренние страхи за какие-то внутренние неопределенности и когда ты понимаешь что что худшего случится если ты не будешь действовать лучше как правило это сожаление или ты упустишь возможности либо еще что-то в этом роде и задайся вопросом если в тебе сидит страх для чего ты его держишь ты держишь страх для того чтобы через какое-то время в своей жизни сожалеть по-моему это глупо подведем небольшой промежуточный итог этого видео что нужно сделать чтобы перестать лениться и начать действовать первый шаг правильно сформулировать свою цель она должна быть направлена по направлению к чему-то и не дал не должна содержать частичку не то есть должна быть сформулирована без отрицания второй шаг проясни свои глубинные ценности которые стоят за этой целью ну и третий шаг это поработай со своими препятствиями постарайся прояснить что тебе мешает задавайся вопросом что может еще более плохого случится если я не начну действовать немедленно на этом у меня все с тобой был юрий пузыревский это передача утренняя раскачка пока пока